Сырные лепёшки на кефире Отправляем соль и сахар И всё хорошо нужно перемешать Чтобы у нас сода вступила в реакцию с кефиром Вот, видите, да? Уже начала у нас пузыриться Значит, пошла реакция Это хорошо сода гасится за счёт кислоты в кефире Все ингредиенты, количество я буду прописывать, как всегда, в описании под видео Так что открывайте вкладку «Ещё» и читайте внимательно Вот такая вот пышная белая пена получается Отставляем в сторону Этим временем нужно нам натереть сыр на крупной тёрке целый стакан И мука Здесь у меня 2 стакана, я её просеяла Муку будем добавлять по мере необходимости Потому что мука у всех разная Смотрите уже сами Но какое должно быть тесто, я вам покажу Отправляем сюда в кефир, значит, потихонечку муку Начинаем замешивать И сюда же отправляем, высыпаем сыр Тоже хорошо начинаем перемешивать Так, веечки нам уже больше не понадобятся Берём обычную ложку Продолжаем замешивать тесто Лепёшек получится немного из данного количества Поэтому вы уже смотрите сами Мне кажется, если у вас большая семья Ну, хотя бы там 3 человека, да, и более То, конечно, нужно всю эту дозировочку увеличивать, умножать на 2 Далее вымешиваем уже руками Но тесто ещё сыровато, липнет к рукам А мы ещё будем его раскатывать в отдельные лепёшки Ну, вот, собственно, 2 стакана, наверное, они и уйдут Вот у нас комочек Уже взобрал в себя столько муки, сколько ему нужно Оставшаяся мука, она нам пригодится Мы будем подсыпать, когда будем раскатывать Так, всё, сейчас готовим силиконовый коврик Либо на столе И будем раскатывать уже лепёшки И нужно поставить сковородку на огонь Нагреваться У меня сковорода диаметром 22 см Что я делаю? Беру коврик силиконовый, посыпаю мукой И отрываю вот такие вот небольшие шарики Кладу Ну, смотрите, тут уже в зависимости, какая у вас сковорода Да, диаметр, да, такого размера вы хотите лепёшки Больше, меньше, может быть, вообще вот такие маленькие, да, сделаете Я, например, тоже люблю маленькие кушать Как-то их удобнее есть Толщина должна быть, ну, примерно вот такая Тоненькие прям Потому что они сейчас начнут у нас увеличиваться И пузыриться будут такие, более воздушные Всё, надо на сковороду налить растительное масло И сейчас мы с вами отправимся уже к плите Наливаю чуть-чуть масла Вот так размазать по сковородочке И кладём лепёшку на сковородку Обжариваться Жарить нужно с двух сторон до золотистого цвета Ну, как вам нравится Я убавляю огонь тихий И пока она жарится, я буду раскатывать в другую лепёшку Чтобы, знаете, у нас было такое непрерывное жарение Смотрите, ещё такой совет Если любите колбасу, сосиски, ветчину То можно тоже натереть на крупной тёрке И смешать вместе с сыром Тогда у вас в тесте будут ещё присутствовать колбасные изделия Так как мы не едим ни колбасу, ни ветчину Я этого ничего не добавляла Только сыр Вот такая вот золотистая получается Сейчас я уже прибавляю немножко газку Чтобы она у нас поджаривалась А то совсем бледненькая Всё, лепёшка готова Перекладываем на тарелочку Можно есть в тёплом виде Можно в холодном Очень вкусно Я вам просто рекомендую Особенно любят детки Вот такие лепёшечки у нас получились Правда, их было 8 штук Вероничка уже тут съела Получаются 3 лепёшки Очень они мягкие Сейчас я вам покажу, какие они внутри Выжженная Сырный вкус Вот эта вот снизу лежит мягенькая Вот смотрите, какая Вот такая вот внутри Так что готовьте с удовольствием На завтрак своим дорогим и близким На обед Я сейчас буду готовить супчик Супчик будет у меня перловый Может мне, конечно, его назвать как рассольник Но огурец я, конечно, добавлять не буду Меня Вероника не кушает Кто захочет, потом себе отдельно Может порезать тарелку Солёненький огурчик Это у меня индейка Косточка Я заливаю водой И ставлю на огонь Будем варить бульон Пенка, которая собирается Естественно, я её удаляю Она нам не нужна Пока варится наш бульончик Я приготовила овощи Нарезала картофель вот такими кубиками Затем начистила лук Морковь И заранее отварила перловку Я буду её класть уже в готовый бульон Ну, кладу на глаз по густоте Как мне нравится, буду смотреть уже Я всегда так делаю Заранее отвариваю Она так лучше И не надо долго ждать Закинул и супчик готов у вас Разогреваем масло Растительное Отправляем туда лук и морковь Доливаю немножко водички И накрываю крышкой И у меня просто томится лук и морковь Под крышечкой Я сильно особо не зажариваю Это у нас для супчика После того, как бульон мы с вами сварили Я вытаскиваю кусочек мяса Там довольно-таки нормально мясо Его надо просто ободрать И порезать потом суп Сейчас закидываю туда картошку И сразу отправляю сюда перловку Потому что у меня сорт картошки такой Что она очень быстро варится И если, знаете, чуть как бы упустить То получается вообще картофельный суп Такой весь Сильно-сильно разваренный Как правило, я в суп особо не люблю Добавлять какие-то приправы В основном каждый себе в тарелку Там черный молотый перец сыплет Или еще что-то Чтобы не перебить вкус супчика Нарезанное мясо Отправляю сюда в супчик Картошка уже почти сварилась И значит я отправляю сюда нашу зажарочку В супчик Иногда я добавляю в суп Такой вот черный перец с горошком душистым Ну это бывает крайне редко Но сейчас захотелось так сделать Все, наш супчик готов Сейчас я его налью Мы добавим туда зелени Вот такая вот у нас красота Посыпаем зеленью И подаем к столу Всем приятного аппетита Кто с нами кушает На ужин Сегодня готовлю наггетсы из индейки Нарезала вот это филе Индейки Я привыкла куриное филе называть Вот такие вот кусочки У меня здесь небольшие Сейчас я их отобью на доске И мы еще с вами приготовим Мой фирменный маринад По которому я делаю наггетсы Это здесь у меня яйцо Далее мы добавим сюда сметану И добавим чесночка Но сейчас я вам позже все покажу Перекладываю на тарелочку Где мы с вами будем солить Ну и добавлять какие-то другие специи Которые мы с вами любим Так отбила мясо Теперь мы каждый кусочек с вами Должны посолить И добавить приправы Либо перчик черный молотый Все что вы любите Вы знаете что Я наверное сделаю Часть на сковородке Наггетсы А часть попробую сделать в духовке Говорят наггетсы в духовке Прикольно делать Я ни разу не пробовала Сейчас мы вместе с вами Поэкспериментируем И я вам скажу Каково это Теперь разбиваем В миску Два яйца Натрем на мелкой терке Вот такой зубчик чеснока Так Немножко перемешаем Сейчас я буду накладывать И буду смотреть Сметана у меня 25% жирности И вот так хорошо перемешиваем Так Теперь нужно нам Отправить сюда мясо Вот сюда прям отправляем Мариноваться мясо Так И готовим с вами Панировочные сухари Вы можете использовать Магазинные Но Как я уже Вам ранее говорила Я делаю сама Сушу сухари Батоны в духовке А потом через Мясорубку прокручиваю И получаются у меня Вкуснющие Домашние Панировочные сухари Которые намного вкуснее Ароматнее Чем магазины Это уж 100% Так Все Оставляем вот в таком вот виде У нас мясо мариноваться Ну Оно у меня лежит Вот знаете сколько Сколько я сейчас буду готовиться Подготовкой Там сухари Посуду помою Потом Плиту Духовку Да Включу Там сковородку Приготовлю Масло Налью Вот это все время Пусть на столе У нас Мясо с вами И стоит Маринуется Для Сухарей Выбирайте Вот такую Знаете Она плоская И широкая Тарелка Очень удобно Обмакивать Кусочки мяса Несколько штучек Сейчас в дыховочку На 200 градусов Я думаю Будет замечательно Остальную часть Могу пожарить На сковороде Просто хочу Поэкспериментировать Я в духовке Никогда не делала Так Что мы делаем Берем кусочек мяса Вот так Раз Два Все Наггетс готов И укладываем Прямо так На бумажку Так А на гарнир Мы что с вами Приготовим Сейчас На ужин Сейчас Валер приедет У нас с работы Надо будет Что-то Приготовить Еще к Наггетсам Сейчас посмотрю Отварить надо Что-то Может макароны Да Макароны Или гречку Все Решено Варю Вот такие Макароны Они Кстати Мне очень Нравятся Сейчас будем Жарить Наливаю Масло Масло Конечно Нужно Побольше Потому что Очень сильно Впитывает Жаренные Это я знаю Какие А вот В духовку Я уже Отправила На противне Убавляем Огонь Чтобы не Сгорели Они у нас Так И накрываю Крышкой Я Что на первой Стороне Что на второй Потому что Это у нас Индейка Она немножечко Конечно Пожестче Все Переворачиваем На другую Сторону Кусочки Уже Поджарились Мясо Очень нежное Мягкое Чувствуется Отварим Крышечкой Запах Какой Прям Чесночок Классно Так Ну а в духовке У нас Вот такая Ситуация Сейчас Творится Мне такое Впечатление Что мясо Просто высохнет Как сухарь Вообще Не знаю Будем сейчас С вами Смотреть Что у нас Получится Все Я уже Перекладываю На тарелочку Мясо Очень нежное Я чувствую Сейчас я вам В разрезе Все покажу Какое оно Вообще Оно прям Мне кажется Аж тает Во рту За духовку Даже не знаю Что вам Сказать Вода Кипит Макароны Засыпаем Чтобы макароны Не слипались Я капельку Растительного масла При варке Всегда Добавляю Это такой Лайфхак Ну что Мои дорогие Это у нас Наггетсы Из духовки Я думаю Что высушенные Как сухарь Мне вообще Не понравилось Даже на вкус Я вот сейчас Сейчас я вам покажу Как они отрезаются И какие они внутри Это у нас Наггетсы Пожаренные Под крышкой Сразу видно Что мясо Вот разваливается Даже в руках Так что Ребят Я вам не советую Вот такой Способ Потому что Ну не знаю Это невкусно Просто вот Какой-то Высушенный Кусок мяса Это да Не очень может быть И полезно Но это реально Вкусно Сейчас я вам Разрежу И покажу Ну вот такое Вот мясо Внутри Я не знаю Конечно Вот такое Мясо Внутри Вам об этом Скажут Но мясо Реально сухое Очень сухое Очень сухое И мясо Которое у нас С вами Развалилось Прям в руках Вот оно все Рассыпается Разваливается И оно Довольно-таки Сочное Мясо Очень сочное Получилось Его даже видно Очень классное Мясо Ммм Вот это Мясо Обжаренное Тает во рту Это мясо Суховатое Все Мой вердикт Однозначно Наггетсы Жарить И чем больше Масла Тем они Сочнее И вкуснее Вот такой Вот у нас Ужин на сегодня Макароночки Мясочка С кетчупом Очень вкусно У меня уже Прям слюни текут Быстрее бы Поужинать Так что Приятного вам аппетита Кто кушает Спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал И до завтра Пока-пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»